Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Исход. И сегодня мы будем читать 34 главу. Она начинается словами. И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобно прежним, и взойди ко мне на гору, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе, даже скот мелкий, крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, став рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его, и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, хранящий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Итак, здесь мы видим, что Моисей по повелению Бога должен был изготовить новые скрижали, на которых должны были быть те же заповеди. И когда Моисей выполнил эту работу, Господь пред лицом Моисея провозглашает святость своего имени. И Бог показывает, что он человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Почему это было очень важно? Потому что не так давно произошло падение еврейского народа в культ Золотого Тельца. И было суровое наказание для тех людей, которые поклонялись Золотому Тельцу. И надо было провозгласить принцип Божественного Милосердия, потому что люди имеют право на ошибку. И, как говорят в нашем народе, не ошибается тот, кто ничего не делает. И это действительно так. На самом деле, израильтянам могло показаться, что Бог очень жесток. Бог жестоко наказывал египтян, но Господь жестоко наказывал и евреев, когда они уклонялись от истины. И им могло показаться, что сама сущность Бога – это строгость, это справедливость, которая бросает вызов человеческому нечестию. И вдруг совершенно неожиданно провозглашается, что Бог – человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И Бог есть тот, кто прощает, хотя не оставляет и без наказания. Но здесь наказание в таком контексте означает некую такую педагогическую меру воздействия на людей. То есть наказание ради исправления, а не ради мщения. И далее мы читаем, Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, туда пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен, прости беззаконие наши, грехи наши и сделай нас наследием твоим». Вот при всем при этом Моисей понимает, что идти по пустыне в землю обетованную без Бога невозможно. Хотя само присутствие Бога создает некоторые сложности для людей, они должны соответствовать этому присутствию Бога. И далее мы читаем, «И сказал Господь Моисею, вот я заключаю совет пред всем народом твоим, сделаю чудеса, каких не было по всей земле, и ни у какого народа, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Обычно Господь проявляет свои чудесные свойства в том случае, когда он сталкивается с неверием или даже с недоверием к себе. Поэтому чудо всегда занижает оценку тех людей, по отношению к которым это чудо совершается. Потому что чудо всегда – это костыль для сомневающихся. Как и Христос говорил, «Если мне не верьте, верьте моим делам, то есть моим чудесам». И далее мы читаем «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне, вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хетеев, Ферезеев, Эвеев, Гергесеев и Фусеев». Мы видим, что Господь изгоняет семь племен Ханаана пред лицом народа Божия. И, как я уже объяснял неоднократно, семь народов Ханаана, они символизируют собой семь смертных грехов. А сама земля обитованная – это внутреннее состояние человека, благостное перед Богом. Но чтобы достичь этой земли, то есть этой благости внутренней, как и Христос говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть», надо изгнать из своего сердца семь смертных грехов. И далее Господь говорит, «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас». Давайте посмотрим, какой комментарий есть на этот стих. Это Цезарий Арский, древнехристианский экзегет. Он пишет, «Ведь так сказано, когда Господь даст вам землю хананейскую, остерегайтесь, чтобы вам с населением этой земли не завязать дружбы, которая будет предлагаться вам на погибель. Итак, когда мы веруем, что по благодати крещения все преступления и грехи от нас исторгнуты, а позже заведем с этими пороками и грехами дружбу, мерясь с ними ради вожделения и наслаждения, то без сомнения эта связь станет для нас погибелью». Итак, мы видим, что в понимании отцов церкви, древнехристианских экзегетов, семь народов ханаана – это семь смертных грехов. Следовательно, запрет «не вступай в союз с жителями той земли» он означает, чтобы мы не соглашались никогда с этими греховными поползновениями в сторону семи смертных грехов, которые можем обнаруживать в своем сердце такие поползновения. Даже в помыслах своих мы должны избегать таких чувств, которые приближают нас к семи смертным грехам. И дружественное отношение с семи смертными грехами – это когда, обнаружив какой-то помысел, связанный с одним из этих семи смертных грехов, мы услаждаемся этим помыслом, рассматриваем его с разных сторон. И в этом есть опасность. Я знал одного мужчину, который очень плохо засыпал, а потом дьявол ему подсунул такую ловушку, он стал замечать этот мужчина, что если он плохо засыпает и начинает думать о чем-то похотливом, то его обволакивает какой-то негой, каким-то теплом, и он быстро засыпает. Вот это дружественное отношение со смертными грехами – это совершенно недопустимо. поэтому и сказано смотри, не вступай в союз с жителями той земли, то есть того праха, в который мы возвращаемся, если идем путем смертных грехов. Далее. «Жертвенники их, то есть этих семи народов Ханаана, разрушьте, столпы их сокрушите, вырубите священные рощи их, и изваяние богов их сожгите огнем, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя его Ревнитель, он Бог Ревнитель». В каком смысле Бог есть Бог Ревнитель? В том смысле, что невозможно соединить, например, служение Богу и мамонии, то есть богатство, и тем более нельзя соединить служение Богу и идолам, служение Богу и присмыкание перед какими-то греховными страстями. это такие вещи, которые совершенно недопустимы. И Бог ревнует за нас не ради себя самого, а ради нас самих, потому что Он надеется на то, что избрав путь святости, мы будем продолжать идти по этому пути. Поэтому далее сказано «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». А вкусить означает попробовать. Иногда человеку предлагают совершить какой-то грех, например, его молодые друзья, и они говорят «Да ты только попробуй, ты только попробуй, а потом сам решишь продолжать такой образ жизни или нет». Так вот, закон Божий запрещает даже вкушать эти жертвы, то есть даже пробовать совершать что-то греховное, что-то непозволительное. «И не бери из дочерей их жен сынам своим и дочерей своих, не давая взамужества за сыновей их, дабы дочери их блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блужение вслед богов своих». То есть мы должны обезопасить своих юношей, своих девушек от того, чтобы они никак не экспериментировали над собою по отношению к этим семи смертным грехам. И запрет дается отливать этих ложных богов, то есть изготовлять их теми или иными способами. И далее «Праздник опресноков соблюдай, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиви вышел ты из Египта». Сначала запрет пробовать что-либо греховное, потом повеление вкушать. Но это речь уже идет о пасхальной трапезе, об опреснаках. А опреснок, как я объяснял ранее, это продукт чистый от любого брожения, от любой закваски. И Христос часто предупреждал и самих учеников своих береться той или иной закваски. Того или иного брожения надо избегать, потому что когда какие-то мысли греховные бродят в нашем сознании, то прокисает буквально все, и душа наша становится неспособной воспринимать благо духовной жизни. И то, что после запрета на дружбу с этими смертными грехами в лице семи народов Ханаана сразу напоминается о Пасхе, об исходе из Египта, это не случайно, потому что евреи уже дружили с чуждными богами, когда они поселились в Египте, там, конечно, некоторые из них духовно пали или, как минимум, ослабели. Но, коль скоро они вышли из Египта, прошли сквозь Чебное море, они уже должны не возвращаться к такому образу жизни, как и мы, отреклись от прежней безбожной жизни, прошли через воды святого крещения, и нам нету возвращения назад, тем более, что сам Христос говорит, что ненадежен для Царствия Божия тот, который, взявшись за плуг, оборачивается назад. Далее, 19 стих, все разверзающие ложесна, то есть все первенцы, мне, как и весь скот твой мужского пола, разверзающие ложесна из валов и овец, первородное из ослов, заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его, всех первенцев и сынов твоих выкупай, пусть не являются предлицо мое с пустыми руками. Сейчас мы посмотрим, какое есть истолкование. Блаженный ироним Стридонский пишет, «Все еретики впали в заблуждение, не уразумев таинство Рождества его, и скорее к особенному Рождеству Спасителя, чем к рождению всех людей, могут быть отнесены слова, кто разверзает ложе сна, наречется посвященным Господу, ибо один Христос отверз затворенные врата ложе девичьих, которые при этом остались затворенными. Это восточные врата затворенные, через которые один первосвященник входит и выходит, и которые тем не менее всегда затворенные. Конец цитаты. Это из бесед блаженного Иеронима в его споре с Пелагианами. Таким образом, вот эти слова, все разверзающие ложе сна мне, что это особая святыня, что это для Господа, они больше относятся ко Христу, который чудесным образом разверзает ложе сна девы, сохраняя ее девство, то есть проходит дверями затворенными, не причиняя никакой порухи своей матери. Далее закон о субботе, шесть дней работы, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы. Казалось бы, этот закон уже присутствует в этой книге, в книге Исход, и мы уже встречали неоднократно. Но почему именно вот здесь об этом говорится? Выше мы читали о опасности, которые представляли народы Ханаана, которые могли предлагать свой гедонистический образ жизни евреям. И кто-то мог привеститься в поиске вдохновения для себя. Но здесь упоминается о субботе для того, чтобы сказать верующему человеку, мы имеем свой опыт вдохновения не в людях, а в Боге. И в этот день, шестой, седьмой день недели, он посвящался Богу, когда шесть дней они трудились, делали обычные дела свои, а седьмой день всецело посвящали Богу, и это была форма такого радостного, благостного вдохновения в Боге и с Богом. Далее напоминаются другие праздники, о которых мы тоже уже говорили, как бы с акцентом, что у нас есть свои праздники, а у народов Ханаана свои праздники. И праздник седмиц совершай, праздник начатка вжатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой предлецом владыки Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться предлецом Господа Бога твоего три раза в году. Вот здесь мы видим, в каком случае Господь будет распространять пределы нашей земли, в том случае, если мы будем праздновать те праздники, которые установлены Богом. Следовательно, если территория нашей земли сжимается, а именно это происходит с Россией, мы теряем то одну территорию, то другую территорию, ведь когда-то наша страна, Российская империя была очень огромная. Это значит, что мы небрежно относимся к религиозным праздникам, и как в наказание за это территория нашей собственной страны, она сжимается. А если мы вернемся к такому благочестивому, богобоязненному отношению к каждому религиозному празднику, то это основание, что территория будет расширяться. Поэтому и сказано «Ибо я прогоню народа от лица твоего, и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться предлицо Господа Бога твоего три раза в году». Но так как мы это не делаем, то на нашей территории все время смотрят с завистью другие люди, мы реально теряем территорию. И далее «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра». То есть ничего из того, что мы имеем в нашей религии не должно прокисать. Вот такой смысл этих слов. В каком случае религиозные ценности прокисают или обесцениваются? Вот если кровь лилась на квасное, то сразу все это прокисало, там заводились мухи и так далее. А в каком случае наши религиозные ценности современные могут буквально прокиснуть. В том случае, когда мы будем иметь потребительское отношение к религиозным ценностям и обрядам, воспринимать их только как инструмент для нашего обогащения, для нашего блага, все это рано или поздно обесценится. А если мы всегда будем проявлять богобоязненность, рассудительность, когда соприкасаемся с той или иной святыней, то ничего такого не произойдет. А то, что пасхальная трапеза не должна переночевать до утра, имеется в виду, что важно нам усвоить все, что нам предлагает Господь. Как за пасхальной трапезой они должны были съесть все без остатка, ничего не оставить до утра, так и мы должны стремиться прежде всего выучить все те уроки, которые нам предлагает библейское откровение в формате книг Ветхого и Нового Завета. Если есть какие-то части Писания, которые еще не изучены нами, то, как минимум, мы должны употреблять некое усилие. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его. Мы уже говорили об этой заповеди, это верх цинизма, когда варят козленка в молоке его матери, ведь это молоко и предназначалось для этого козленка. Далее. И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо во всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней, сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил и написал Моисей на скрижалях слова завета десятисловия. Вот здесь мы видим, что Моисей сам написал слова завета на скрижалях. Ранее это делал Бог, но те скрижали Моисей разбил. Почему? Была другая причина. Если бы люди знали, что у них скрижали, на которых сам Бог написал вот эти буквы, они бы обожествляли эти скрижали, они бы обожествляли эти буквы и само это письмо. Все, что мы обожествляем, но это оказывается в пространстве между нами и Богом, становится неким идолом. И таким образом даже Слово Божие может стать идолом для кого-то. Мы знаем, как сектанты, еретики любят буквально жонглировать библейскими цитатами, но апостол Павел пишет, что буква убивает, а дух оживотворит. Итак, Моисей пребывает в посте, хлеба не ел, воды не пил 40 дней. Далее. Когда сходил Моисей с горы Синая и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Общение с Богом, что называется, лицом к лицу, напрямую не проходит бесследно, и сам Моисей стал сиять неизреченным светом. Как я часто объясняю, как луна не является источником света, она отражает свет солнца, который принимает на себя, так и святой. Он наслаждается светом Божьим, иногда не замечая, что этот свет начинает отражаться от него самого. И вот Моисей исходит с горы, лицо его сияет, а Моисей правда не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. и увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними, после сего приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало талит, это такой отрезок материи. Когда же входил Моисей перед лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало. Вот именно по этой причине у христиан считается, что молиться с покрытой головою это бесчестить голову. И мы на молитве как раз всегда голову имеем открытой. Когда же входил Моисей перед лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя пересказывал сынам Израилева все, что заповедано было ему от Господа. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. А почему Моисей в общении с верующими покрывает свое лицо головой? Казалось бы, если его лицо сияет, то его слова будут восприниматься более, скажем так, с большим доверием. Моисей боялся, что его обожествят. Ведь он видел, что они обожествили какого-то тельца, сделанного из золота, а тут была опасность, что его обожествят. Могли обожествить и скрижали каменные, самого Моисея, а такие люди, как Моисей, не ищут никакой славы для себя, они всегда думают о славе Бога, как и сказано в Нагорной проповеди, и так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Спасибо вас, Господь. Субтитры сделал DimaTorzok